МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. На студии сегодня Елена Войтовская, врач-психотерапевт Центра СПИД. Здравствуйте, Елена Юрьевна. И Олеся Куркина, равный консультант. Здравствуйте, Олеся. Наверное, для начала стоит сказать о том, что подобный лагерь уже был открыт в Сочи. Планируют открыть в Грузии в июне этого года, насколько мне известно. А в Великобритании, например, такие лагеря работают уже 10 лет. Давайте расскажем об этом опыте и о том, насколько важно вообще открытие такого лагеря у нас в городе. Ну, вообще, если мы начнем говорить о лагерях, давайте пару слов все-таки скажем о той ситуации, которая сегодня существует и в стране, и в нашем Приморском крае. То есть ВИЧ-инфекция практически уже приняла такой план эпидемии. В России более миллиона ВИЧ-инфицированных людей, а в Приморском крае у нас выявлено за весь период, вот как впервые выявили, 15 906 ВИЧ-инфицированных людей. И живущих на сегодняшний день свыше 9 тысяч, почти 10 тысяч человек. То есть показатель заболеваемости у нас практически такой же, какой средний по стране. Но если мы возьмем отдельные города нашей страны, то там отдельные города нашего Приморского края, он значительно-значительно выше. Это Находка, Артем, Уссурийск. Но вот как бы взрослые люди, да, взрослые люди могут адаптироваться, они имеют как бы уже, ну, какой-то жизненный опыт и так далее. А вот нас очень серьезно сегодня беспокоит вопрос детей. И, к сожалению, у нас было 109 детей, у нас вот за весь период, значит, ВИЧ-положительных 109 детей. Сегодня их около 90 человек, вот живущих ВИЧ-инфицированных детей. Из них больше половины, где-то около 50 человек, это подростки. Подростки, которые вырастают, которые переходят как бы уже во взрослую группу, которые живут и так далее. В этом году у нас был выявлен один ребенок, я имею в виду, вот в 17-м году был выявлен один ребенок, нет, в 18-м уже начале, один ребенок, который заразился от мамы при грудном вскармливании. То есть эта проблема существует, она никуда не уходит. И с чем вот сталкиваются наши дети и их родители? Но на самом деле большинство наших детей это уже сироты. То есть в лучшем случае у них остался один родитель, в худшем случае у них остались только опекуны. Или они живут в детском доме, то есть у нас есть отказные дети, которые живут в детском доме. Слава Богу, в детском доме сейчас немного детей, в основном они живут с опекунами. Ну, во-первых, ребенок без родителей, это уже трагедия, да? И мы все время говорим о таких детях на многих передачах как бы. А вот ребенок с ВИЧ-инфекцией, с чем сталкивается он и с чем сталкиваются его опекуны? Во-первых, попробуй объяснить ребенку, чем он болен и почему он болен, да? Вот те же опекуны порой не знают, как это сказать. Второе, этот ребенок постоянно должен пить лекарства. Если он их не будет пить, это просто смертный приговор. Как объяснить этому ребенку? Это не год, не два, не три, а это всю жизнь. Это второй момент. Третий момент, а можно ли говорить о своей болезни? Чего больше всего, кстати, боятся опекуны, потому что дискриминация и стигматизация, она существует. А вот у родителей этих детей и у самих этих детей больше даже проблема не стигматизации как таковой, а самостигматизации. Он сам себя считает каким-то не таким. Он сам на себя уже повесил этот ярлык. То есть вот эти дети, они живут достаточно изолированно. Я думаю, мы в ходе передачи об этом поговорим. И как вот помочь этим детям? Ну, их надо как-то собрать, им надо как-то помочь, им надо показать, что они не одиноки и что можно с этим жить. И вот подобного типа лагеря они работают в Англии, в ряде других стран Европы. В нашей стране вот такого типа лагерей не было. И впервые такой лагерь собрался в Сочи в прошлом году, где участвовало 55 подростков и их опекунов, но больше там было, конечно, детей. И это были дети с очень разных городов. Там даже были дети с трех городов Казахстана. То есть вот это как бы собрали детей с такого широкого региона. Для чего? Почему вот не взяли с одного города? А вот для того, чтобы они познакомились, чтобы они расширили свой диапазон, чтобы они могли общаться и так далее. Ну, там не просто вот сидели как бы и разговаривали. Вот я такой, да? Они говорили о своих бедах, они учились принимать свой диагноз, они говорили о лечении, насколько это важно. Они говорили о будущей жизни, как надо себя правильно вести, ну, чтобы строить ту же семью, чтобы жить, работать, учиться и так далее. Вот такой лагерь прошел, и он имел очень большой успех. Эти ребята на сегодняшний день написали книгу своих историй. И она вот вышла недавно буквально. Эти ребята общаются, продолжают. И когда я встретилась с организаторами этого лагеря, мы подумали, решили, что такой лагерь надо устроить в Приморском крае, потому что, ну, мы очень далеко. До нас, к сожалению, очень плохо доходят какие-то программы. И надо это сделать здесь. И мы решили собрать не только детей Приморского края, но взять еще и Сибирь, да, Иркутск. И собрать детей наших и иркутских. И вот мы спланировали такой лагерь провести. Но еще подобный лагерь будет проходить в июне в Грузии. Там дети будут не только с Грузии, они будут там и с России, с нескольких городов. Вы планируете туда как раз поехать? Я планирую туда поехать учиться. Учиться, ну, несмотря на то, что у меня богатый опыт, я 25 лет работаю в СПИДе, я провожу там много программ. Но вот тематику самого этого лагеря и как работают, я планирую поехать туда. И там обучиться для того, чтобы потом это все дальше двигать здесь. Лучший опыт, да, это... Это да, практика. Собственный пример, это практика, безусловно. Вот вы немножечко уже говорили, Елена Юрьевна, о том, что есть у нас тоже истории, даже вы примеры, так сказать, подростков. У которых ВИЧ. И я думаю, что сейчас Олеся может поделится некоторыми историями таких детей, чтобы просто наши телезрители, они лучше понимали, почему мы должны тоже помогать, мы должны проявлять активную жизненную позицию здесь. И еще, мне кажется, у нас есть такая проблема, как либо дезинформация, либо недостаточная информация, потому что мы ленимся узнавать больше. Я думаю, сейчас Олеся расскажет. Да, несомненно, просто люди очень недоверительно относятся к информации. Но начнем с того, что равный консультант, это, в первую очередь, человек, который живет непосредственно с ВИЧ-инфекцией. Я живу с ВИЧ уже 18 лет. И у меня был ребенок положительный. В принципе, благодаря этому случаю я начала обучение сначала внутри спидцентра, потом мне помогли выбраться за пределы Приморского края. Я была в Москве, обучалась, получала сертификат, соответствие, чтобы иметь доступ к консультированию. То есть и на протяжении всей вот этой жизни, 18 лет, я непосредственно тоже являюсь участником обучения, благодаря нашим докторам центра спид, которые уже также, я так думаю, что прошли огранку жизненную работы с пациентами, потому что пациенты бывают очень разные. Но тема дети, конечно, это очень важная тема, потому что в моем жизненном опыте, общаясь с детьми, я вижу очень много проблем. Это скованность, это заниженная самооценка, это ребенок, он не доверяет своим опекунам или родителям, это проблемы в школе, это прерывание терапии, которая очень жизненно важна для ребенка и подростка, это проблема взросления, переход именно с подросткового возраста на более взрослую жизнь. Это, допустим, отчуждение, не отчуждение, а когда ребенок уезжает за пределы своего дома, то есть он живет уже, как-то привык доверять в том, в чем он пребывает, к нему относятся с любовью, его понимают, может быть, даже где-то чрезмерно попекают. И вот приходит время, когда ему нужно уезжать за пределы своего дома, допустим, куда-то учиться или еще что-то. Это отношения между юношами и девушками. Очень много есть таких ситуаций, когда звонят опекуны и спрашивают, когда существует дискриминация, тогда сразу самостигмонизация автоматически появляется, потому что человек, приткнувшись к проблеме, он закрывается, и он развивает эту проблему уже в самом себе и, соответственно, кормит этим своего ребенка или опекаемого. То есть получаются такие плачевные ситуации. Была ситуация, когда была утечка информации в небольшом городе Приморского края и узнали в детском садике о статусе девочки. И, соответственно, потом это дошло до опекунов, то есть это как-то влияло на ребенка. Мы потом очень работали много с девочкой, в первую очередь с опекунами. И они сейчас до сих пор звонят и спрашивают, как нам быть, как нам отправить в лагерь. То есть они имеют определенные льготы, чтобы они имеют право куда-то отправлять в бесплатные лагеря либо по инвалидности, либо там социальных каких-то структур. Но они боятся, потому что они не знают, как это сделать. Это очень сложно. Я думаю, что необходимость вот этого лагеря, чтобы дети, они почувствовали, что они не одиноки, что они не такие, как их представляет мир, чтобы они были более открытыми, хотя бы начиная с того, что они перед собой будут такими, какие они есть. Потому что на самом деле открыть лицо — это не страшно. Но страшно потом последствия. Реакция людей как минимум. Да, потому что есть тоже такой случай. Подросток тоже с небольшого города. Она приезжала на консультирование, и мы с ней разговаривали. Она говорит, я от безысходности открыла свое лицо и не знаю теперь, что с этим делать. То есть у нее как есть положительная сторона, то есть люди относятся к ней с пониманием, также и отрицательная, потому что где-то ее осуждают. Вот это вот саможаление, вернее, жаление приводит ее к саможалению. И вот это уныние, оно просто как бы доводит ее уже до суицида. Понимаете, это очень сложно. Это очень разбитые такие дети, потому что у многих родители умерли от наркотиков. Зачастую это бабушки, дедушки, которые занимаются своим здоровьем и мало уделяют внимания именно со стороны, вот знаете, как личности. Они их видят как детьми, а то, что они растут, имеют этот процесс взросления, и у них появляются... Взрослые проблемы. Да, понимаете, вот они как-то все хотят усю-сю-сю-сю-сю, а там уже надо по-другому смотреть на это. Еще был случай тоже у мальчика, когда оформляли в лагерь, произошла утечка, потому что медицинский работник, он должен знать о сопутствующих заболеваниях. Ребенку надо было принимать терапию. Ежедневно, как вы говорите. Все, его отделили, там отдельный стул, там отдельная тарелка, в общем, ребенок сам по себе, он просто начал уже проситься домой, потому что он понял, что к нему относятся не так, ко всем детям, то есть его изолировали полностью от общения. То есть, опять же, да, насколько люди не понимают, что это за заболевание, и что не обязательно отдельно-то отсаживать такого человека. В одном из городов Приморского края, куда дети с детских домов едут в лагерь, и когда в этом лагере узнали об этих детях, то есть всех остальных детей вывозят в лагерь, а этих детей держат в детском доме, потому что руководство лагеря запретило принимать этих детей. Понимаете, мы как бы не агрессируем на тех людей, которые так себя ведут. Они ведут так себя, ну, не в силу, потому что они такие плохие, а просто в силу ограниченной информации. То, о чем я и говорю, да, вот это и есть проблема основная. И хорошо, что мы делаем такие передачи, и мы не раз уже делали передачи, и постепенно, конечно, мир меняется, но мир меняется со стороны здоровых людей. Остаются вот эти дети, и они-то видят, запоминают тот отрицательный опыт, который был в их жизни. Вот по поводу вот этих страхов, у меня, например, недавно была девочка, ей 16 лет, а перед этим я разговариваю с ее бабушкой. Бабушка твердо убеждена, что девочка не знает, какой у нее диагноз. Девочка все знает, но молчит, она как бы оберегает бабушку, а бабушка оберегает ее. Понимаете, вот даже вот эта проблема внутри семьи, вот, это очень серьезная проблема. Но нас волнует не только там проблема общения. Мы хотим на этом лагере еще очень большую, ну, как бы, часть, да, вот нашей программы уделить именно отношению к лечению. Потому что это одна из очень важных сторон в жизни. Потому что прекращение лечения, это сегодня подписание смертного приговора. И у нас есть такие случаи, когда у одного из наших детей умерла бабушка, которая за всем этим следила, и он остался с папой. Ну, папа, есть папа, папа по-мужски немножко относится. И мальчик бросил терапию, и дело дошло до реанимации. Понимаете, и убедить, вот, кстати, убедить его, помогли ребята, сами принимающие терапию. Ведь опыт лагеря, ну, не такого, как мы сейчас планируем. У нас был, три года назад, когда мы собрали девять детей и девять их родителей в лагере, ну, такого мы делали, такую более спортивную программу, главное, чтобы познакомились. И вот эти ребята, которые там были, они сдружились, и они общаются до сих пор. И вот они помогли этому мальчику вернуться к терапии. Понимаете, вот эти моменты, они очень сложные. Они очень такие серьезные. И поэтому мы решили, вот, как бы, уделить большое внимание таким детям. Причем проблема детей, она существует во всех регионах. Вот у нас их, у нас уже есть какой-то опыт работы с этими детьми. Но мне, например, звонят в Сахалина, где всего одна девочка, подросток, и сейчас она должна идти в школу, и врачи в растерянности. Для врачей это тоже опыт. Понимаете? Одно дело работать со взрослым, а другое дело работать с ребенком. Как вот с этой девочкой быть? Как ей объяснить? Как там маленький город? Как это все, вот, оградить ее от каких-то вещей, которые могут просочиться? Да, и как таково, я знаю, что очень часто приходят подростки и задают такой вопрос. Ну, мы не ощущаем на себе никакого заболевания, зачем нам пить таблетки? И, как принято говорить, что нужно принять диагноз и с ним жить. То есть, ну, они говорят, как можно принять то, от чего можно умереть? То есть, вот, наша цель донести до них, что можно жить с этим, как бы, осознавая, что проблема есть, ну, чтобы она сильно не касалась детей так, чтобы они не зацикливались на том, что это разрушающая какая-то болезнь. То есть, я живу уже 18 лет, и я знаю, что, ну, я своим примером только могу помочь этим детям, чтобы они следили за своим здоровьем и принимали таблетки, потому что проблема неприема терапии привела мою дочь к смерти. Это тоже, вот, знаете, очень большая проблема, действительно. Она очень тяжелая, и, может быть, где-то кто-то из опекунов на доверительных отношениях со своим подростком относится, но это приводит к плачевным, как вот Елена Юрьевна заметила уже, ситуациям, вот, и потому что приходится таблетки принимать в любых местах, да, это либо в школе, либо где-то на приеме у докторов, и вот у них вот этот вот комплекс развивается. И именно когда вот мы уже говорили, что собирали подростков, да, на три дня, и они как-то, первый день я заметила, что они скованно себе ведут, когда они подошли к воде со стаканами, чтобы принимать таблетки, и они же такие, о, ты тоже пьешь таблетки? То есть как-то они, вот, из первых вопросов, они, да, они начали понимать, что они не одиноки. Вот эти вот мифы, которые бабушки, дедушки им рассказывают, там, не рассказывая о своем заболевании, не говори, почему ты пьешь таблетки, потому что тебя убьют. Это первая ошибка, очень большая ошибка, потому что психологически, конечно, ребенок уже всем подрывается, и он боится, он лучше не выпьет таблетки, чем кто-то его увидит. Но это, конечно, жизненно важно. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы озвучили историю детей и подростков, которые не могут сделать это лично. Недавно мне исполнилось 17 лет, а терапию я принимаю с 8. Фактически, я сама догадалась о том, что у меня ВИЧ-инфекция. Тогда я спросила у родителей, и оказалось, что я права. Мы в семье решили, что лучше не распространяться о моем заболевании, потому что люди почти ничего о нем не знают и не всегда готовы общаться с такими, как я. Я стараюсь говорить только тому, кому доверяю. Не хочу лишних разговоров за спиной. Когда я рассказала о диагнозе близкой подруги, с которой мы дружили 7 лет, она стала меня избегать. Я реально парюсь, когда знакомлюсь с девушками. Я понимаю, что мне придется раскрыть свой ВИЧ-статус. Особенно неприятно, когда врачи не знают много о ВИЧ-инфекции. Однажды они отказались меня принять. Главное для меня и для всех, кому сообщили о диагнозе ВИЧ-инфекции, это не бояться и не замыкаться в себе. Мне очень интересно, что будет, когда я вырасту. Нужно будет продолжать пить таблетки или, может быть, принимать какое-то другое лекарство. Жизнь одна. Мы живем всего 20 тысяч дней. И за это время надо все успеть прожить. Я, например, люблю танцевать. И каждый раз, выходя на сцену, я очень волнуюсь. Я уверена, ничто не помешает мне создать хорошую семью, стать матерью и получить профессию мечты. Короче, надо продолжать жить и делать все для этого. Прежде всего, принимать лекарства, и тогда все пойдет в лучшую сторону. Вся жизнь впереди. По-любому. А мы продолжаем наш разговор. Елена Юрьевна, я знаю, что есть также еще одна проблема. Это так называемые спид-диссиденты, которые не признают того, что вообще существует такая болезнь, и, соответственно, отказываются принимать лекарства. Расскажите нам об этой проблеме. Эта проблема существует не только в нашей стране, а во всем мире. К сожалению, есть такие люди, которые отрицают очевидное. И я не знаю, какие цели они придерживаются, но отрицают и отрицают. Но к чему это приводит со всеми остальными? Это приводит просто к гибели ВИЧ-инфицированных людей. Это одна сторона, но это взрослые люди. Они приняли такое решение, это их право. А самое страшное, что это приводит к гибели детей и заражению детей. То есть у нас есть такие случаи, когда ВИЧ-инфицированная женщина подпала под влияние вот таких отрицателей, и она просто не обратилась вовремя, она не принимала лекарства, она начала кормить грудью ребенка, и в итоге ребенок инфицировался, хотя она вполне могла родить здорового ребенка. Понимаете, но ее право умирать, она взрослый человек, а ребенок в чем виноват? Потому что мама просто как бы подпала под эту дурь. Вот, это у нас в Приморском крае. Вы знаете, что в стране уже шли судебные дела, когда изъяли девочку из семьи, почему девочку взяли, семья взяла из детского дома и не давала ей лекарства, но довели ребенка до смерти. Вот там буквально изымали ее, и насколько я помню, не смогли ребенку помочь. То есть она была доведена до такого состояния. То есть вот в этом самая большая трагедия и ужас вот этого спиддиссидентства. И у нас это существует. Но вот как бы, может быть, это нельзя называть спиддиссидентством, а больше можно назвать такой безалаберностью и непониманием вообще сути вопроса. Вот опять же, я вернусь к теме детей. Сегодня всех беременных женщин и их потенциальных отцов, значит, будущих детей, обязательно обследуют на ВИЧ. И, к сожалению, попадаются такие женщины, которые не становятся на учет, или их папаши обследуются слишком поздно. И когда выявляется ВИЧ, мы уже порой не можем помочь. И ребенок обречен на заражение. Так вот сегодня есть все для того, чтобы ВИЧ-инфицированная женщина родила здорового ребенка. Или если папа ВИЧ-инфицирован, маме не будут делать будущий аборт, просто-напросто мы предпринимем все усилия, чтобы эта женщина родила здорового ребенка. То есть, понимаете, вот я не хочу во что-то верить. Ладно бы это касалось, моего не хочу. Но, к сожалению, этот вопрос бьет по другим людям. И самое страшное, что он бьет по детям. Бьет очень серьезно. Да. Потому что распространение происходит, мне кажется, в такой ситуации со значительной скоростью. Я думаю, что стоит вернуться к теме лагеря, который планируют открыть у нас в городе. Либо он будет где-то в крае. В общем, нам интересны ближайшие планы, все подробности, все, что уже известно об этом лагере. Мы бы хотели, чтобы вы сегодня рассказали. Я хочу сказать, во-первых, кто будет вести этот лагерь. Значит, авторами программы и как бы вот то, что проходило в Сочи, является Светлана Изамбаева. Это город Казань. Она сама, человек, живущий в СВИЧ уже много лет. У нее двое здоровых детей. У нее есть фонд Светланы Изамбаевой по помощи женщинам и детям. Она ведет огромнейшую программу помощи женщинам и детям. Это достаточно известная личность не только в нашей стране, но и за рубежом. Вот благодаря своему такому подвиженническому труду она, конечно, ну просто делает уникальную работу. Это Екатерина Степанова, врач-инфекционист Екатеринбурга. Сейчас она уже в Москве, которая возглавляет клинику для ВИЧ-инфицированных людей, которая тоже вот является автором программы. Ну и я буду третьим тренером у них. Вот я пойду с ними как бы ознакомиться с этой программой в Грузии. Вот те, кто будут вести этот лагерь. Лагерь будет, значит, в городе Левестоке. Я не хочу называть адрес лагеря, потому что, опять же, вот из-за тех же проблем, которые мы сегодня обсуждали на передаче. И когда мы стали обращаться к нашим подросткам, вы знаете, вот пока ни один подросток не отказался, все прямо готовы ехать и готовы ехать у многих из них родители, ну или там опекуны, кто есть. Вот, то есть, желающих у нас достаточно. Но вся проблема заключается в том, лагерь будет проходить 10 дней, это будет тренинг, это не просто мы там будем на море как бы отдыхать и гулять, это будут полноценные целый день занятия, и занятия там здорово сберегающие, у нас там и йога будет, и различные тренинги психологические и так далее. Но государство делает очень много для ВИЧ-инфицированных людей, вообще по проблеме ВИЧ-инфекции. Тоже лечение и обследование, это очень дорогостоящие мероприятия. А как бы вот лагерь, это все-таки, ну как бы, инициатива, да, и такая добрая воля, добрая воля. И, естественно, мы обращаемся к жителям Приморского края, обращаемся за помощью для проведения этого лагеря. Мы просим помочь нам в материальном плане, может быть, кто-то может там оказать нематериальную, определенную техническую поддержку в организации этого лагеря. Ну, куда обращаться? Я думаю, так, чтобы у людей не было сомнения, обращаться по телефону спеццентра, вы его дадите в анонсах, и спрашивать меня, потому что я работаю в спеццентре 25 лет, я врач-психотерапевт этого центра, работаю со всеми этими детьми от рождения и как будет уже до взрослого состояния, вот, и обращаться вот так. Поэтому у нас есть расчет насчет организации, которая как бы будет вести всю эту программу, но для того, чтобы у людей не возникало сомнения, прекрасно понимаю, что все эти пожертвования это всегда, ну, как бы сложно. Хотя у нас уже есть добрые люди, несколько человек, они просили не озвучивать их помощь, они просто пришли и помогли немножко. Ну, конечно, помощь нам еще нужна огромная, вы сами понимаете, 10 дней, 50 человек участников, это очень серьезное затратное мероприятие. Причем важно, я так понимаю, абсолютно действительно, как вы сказали, любая помощь, поддержка, не обязательно даже финансовая. Ну, да, в том числе. Вот, ну, поэтому вот мы обращаемся, и люди могут позвонить в спеццентр, их свяжут со мной, и я могу все рассказать и дать расчетный счет и объяснить все, как что. Если надо, значит, мы опубликуем тех людей, которые нам оказали поддержку. Но это зависит от тех, кто как хочет. Я уверена, что очень многие откликнутся, и, конечно, сегодня мы рассказали о том, что это действительно серьезная проблема нашего общества, и касается она каждого из нас, потому что, увы, при многих обстоятельствах не застрахован практически никто из-за незнания, из-за того, что мы озвучили, опять же, да, что есть люди, которые не признают, что есть это заболевание. И я очень надеюсь, что все получится, и что это станет хорошей традицией, этот лагерь, что откликнутся очень многие люди, ну и, конечно, что это позволит гораздо комфортнее чувствовать себя и жить тем подростком, которые являются ВИЧ-положительными. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за то, что вы сегодня к нам пришли. Я надеюсь, что мы еще не раз встретимся у нас в студии. Ну и желаю вам удачи, конечно, в осуществлении ближайших планов. Спасибо большое. Вам спасибо за организацию этой передачи. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова